Современная война Современная война ведется не только автоматами или артиллерийскими орудиями, которые были разработаны в 50-е годы или в 60-е годы. Современная война требует современных средств. Мы стараемся найти технические решения, те, которые действительно будут максимально современными, максимально эффективными, максимально легкими, далеко смотрящими, для того, чтобы облегчить работу армии, облегчить работу артиллерии. И частично нам это удается. Нам, конечно, сильно не хватает людей. Мы готовы сейчас открывать еще один штаб на другой линии фронта. С точки зрения технологий мы понимаем, что нужно и что работает. Но нам не хватает средств, нам не хватает людей. Нам нужны люди с техническим образованием, которые смогут впрягаться и работать вместе. Работа сложная. Мы постоянно остаемся на передке, каждый день там бываем. Постоянно курсируем между разными блокпостами, между разными позициями. Работа связанная с риском для жизни. Но при этом мы понимаем, что если этого не делать, то бойцам в окопах будет в разы сложнее. Нужно просто сказать, что у нас самые разные люди. То есть от студентов и до тех, кого там называем дедушками всех возрастов. И то, что нас объединяет, это мы хотим внести посильный вклад в эту войну и в эту борьбу. Начался обстрел. Мы не паникуем, мы спокойно сворачиваем оборудование, ничего не бросаем и уходим. То есть я ценю именно это в людях. И я вижу, что Глеб действует именно таким образом. То есть ему там 18 лет. Но при этом у него нет паники в глазах. И это самое главное. Студенты. А как узнал, что здесь аэроразведка? Я с июня волонтеры при батальоне Донбасс. Очень хорошо знаком с отделением БПЛА батальона Донбасс. И парень наш летал с аэроразведкой. Я сюда приехал к ним, как только мне 18 исполнилось. И тут тоже сжился уже. То есть тебе сейчас 18 лет, правильно? В прошлом году у меня не было 18, поэтому я не мог к ним вступить. А сейчас уже в батальоне не ходят. А родители знают вообще, где ты находишься? Ну, отца у меня нет. А мама, она считает, что это мое решение. Но вообще, сейчас она думает, что я в Виннице. Вообще, я жива. Учусь. То есть так, как я не хочу ей говорить, потому что она обещала, что если я сюда поеду, она поедет за мной. Типа, помогать мне. Ну, там, хоть готовить. Но я не хочу, чтобы она ехала, чтобы она опасности подвергалась. Ну, она увидит сюжет. Я думаю, этот... Вот это лучше не надо. Реакция будет ее. Не знаю. Ну, вот ты приехал сюда, страх есть? Присутствует? Только когда сюда на поезд шел. А на поезд шел ночью в 5 утра, несколько километров, с тяжелым броником в руках. Вот именно в эти моменты я боялся. Остальное время, не знаю, как-то уже не до того было. А что послужило мотивацией? Вообще? Ну, изначально я влюбился вообще в мае месяце в девушку. Она пошла в батальон, я за ней. А потом как-то уже пророс. А эта девушка сейчас до сих пор уйдет? Она сейчас в батальоне, да. Ну, сейчас, насколько я знаю, она ездила вот в Золочев, в школу сержантов. 20 числа она должна вернуться оттуда. Ну, отношения поддерживаете какие-то? Ну, дружеские пока. Точнее, уже. У меня еще Кобзар есть. Да, тут вот. Ну, не на груди, но почти на груди. Я его, когда я это досчитаю, буду на еду исключить Кобзаря. Камин у нас вольный художник, бухгалтер по образованию, проработавший, как и я, какое-то время в Москве. Вот. Он много сил отдал освещению событий Майдана уже в таком любительско-журналистском жанре. Вот. Мы с ним познакомились, когда он приехал в Айдар, когда я там проводил аэроразведку. Вот. И ему было интересно тоже поснимать. А потом, как бы, мы, так сказать, переросли в команду. Вот. Стало понятно, что Камин, как никто другой, хорошо справляется с задачами, так сказать, тыловыми. Да, обеспечение, уметь спокойно, вовремя сделать и, как бы, поддерживать отношения с волонтерскими группами. Вот. И благодаря ему, так сказать, нам тут. Мы чувствуем себя комфортно во многих отношениях в быту. Все, что мы делаем, это связано с обустройством нашего общего дома Украина. У нас все работает. Мы создаем больше трансформатора. Среду обитания свое. Для этого у нас есть необходимость защитить нашу безопасность. Все, безопасность. И мы вносим вклад. У меня подождение, что мы там проводов натянули. Это что-то у вас нравится. Фассивный вклад. Для этого и работает вся наша группа. На основе взаимоположения. Может быть, я лично не видел. Если бы я видел лично. На самом деле, мы стараемся очень последовательно выстроить ритм своей работы. То есть, ну, нельзя забывать, что аэроразведка – это авиация. В авиации ты не можешь дать там сверхнагрузок. Потому что, если ты дашь сверхнагрузки, то вероятность или техника откажет, или пилот откажет. Поэтому, в принципе, мы выстраиваем всю работу в плане экипировки, в плане автомобилей, в плане режима. Таким образом, у нас как бы сухой закон, чтобы люди с достаточными силами выходили на задание. Потому что, реально, все равно, это длинная история, когда ты стоишь там 3-4 часа на одном месте, взлетаешь, смотришь в монитор, управляешь, потом садишься, меняешь батареи, снова взлетаешь. Это тяжелый режим, вот, и ты не можешь отойти от монитора, вот, и у тебя руки коченеют. Поэтому, для того, чтобы человек выходил на такое задание, ему нужно быть нормально отдохнувшим. Нет, нет сомнений в том, что то, что мы делаем, это правильно, вот, и в том, что это важно. Ну, вот, нам единственное, в чем берутся сомнения, что хотелось бы это делать в разы больше, да. Еще важно понимать, что мы волонтеры. То есть, как бы, вчера была ситуация, когда комбат, с которым мы уже несколько месяцев работаем, периодически летаем на его участке фронта, вот, узнал о том, что мы волонтеры, он нам не поверил. Он подумал, что мы прикалываемся. И он не мог себе представить, что волонтеры до такой степени, так сказать, посвящены во внутреармейские расклады. Ну вот. Но, с другой стороны, то, что мы волонтеры, мы имеем возможность принимать те решения, которые бы в армии, они бы там, наверное, очень долго согласовывали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok